Привет, народ! С вами Фликер, и это по-прежнему Амнезия. Машины для свиней. Я продолжаю проходить, изучать этот особняк, и с каждым разом, конечно же, сталкиваешься с чем-то интересным. И игра тебя, конечно, прям вот завлекает. Насильно причем. Ну, как бы, в хорошем смысле завлекает. Так, мы, короче, упали куда-то. Вроде бы как пошли в какую-то... в какой-то подвал. Здесь я вообще ни черта не вижу. И так я поставил, короче, полный RGB на своей PS4 Slim. И сейчас вообще жопа выколи глаз, блин, шоколадный. Так, смотрю, здесь у нас... Что это такое? Что-то висит, бочки с чем-то стоят. У чувака, которым я играю, а именно Мандусом, именно так его зовут, у него был свой завод, как я понял, и... у него были какие-то познания в... промышленности, я так полагаю. Так, короче, у нас что-то произошло. Мы упали, и, скорее всего, понятно, нам идти только сюда надо. Ножи, быстрее сюда. Напомню, что у нас главный герой ищет своих детей, а именно близнецов. у него умерла жена, тоже неизвестно о природах или послеродов, непонятно. Лампочки... Ну, еле-еле светит, короче. Так, ага, ну давай, давай поговорим. Трясущий пол, результат наших попыток выкачать воду. Предательство, Мандус, я не простил. И твои дети палят жертвой этого факта, а ты должен их найти до того, как станет... Что ты хочешь? Что я сделал? Все время вниз, Мандус, через насосный зал пройдешь в туннель, затем найди пробоиную, откачай тухлую воду. Я помогу тебе где смогу, но ты должен быть очень проворным, дружок. Очень-очень интересно. Мы еще не встретились ни с одним монстром, как вы уже знаете. Я думаю, что здесь где-нибудь дозаписочка есть какая-то. Непонятно, кто нас ведет, что за чувак, но, видимо, он Мандусу помогал. С детьми что-то, короче, произошло, что-то непонятное. Не, реально очень темно. Скрипы... Так, что это такое? Ну-ка, давай присядем. Как будто бы какая-то кап... Сыла... На ней что-то написано. F10A. Как будто... Типа лампа, что ли. Очень похожее на именование. Так, ладно. Что-то здесь... Шок, электрошок. Очень темно. Очень. Что-то где-то искрит непонятно. О-о-о-о-о. Короче, что-то с машиной произошло из-за того, что он пытался там откачать воду. И где-то произошла пробоина. Точнее, образовалась пробоина. Короче, вообще темно, ни черта не видно. Я сомневаюсь, что здесь прям вот где-то записочка какая-то. Но... Фрикшнл Геймс как бы могут... Че тут, блин, катается? А что в этих штуках? Там он что-то красный горит. Здесь у нас все заперто. Ни черта не видно. Только звуки, звуки, звуки. Как будто кто-то по лестницам спускается или наоборот поднимается. Вон, что-то, короче, там вот есть. Возможно, мне надо наверх как раз подняться. Так. Вообще ни черта не видно. Ну, допустим... А-а-а! Понятно. Мне, короче, вот эту лампу, походу, надо... Сейчас обратно вернуться. И ее туда вставить. Смотрите-ка. Ух ты. Не туда. Так. А здесь... Здесь их, кстати, вон несколько. Ладно, давай. Прям как в амнезии, когда я пушку восстанавливал. Так, стопэ. В этих потемках, ну, можно заблудиться вообще в легкую. Так, давай аккуратно это вынем. Сейчас это вставим. О, четенько. Все. Зашевелился. Здесь у нас подсобка, видимо. А, мы могли, в принципе, отсюда вот достать это. Стопэ, а, подожди, а вот там еще одна дверь. Она, конечно, может быть закрыта. Да, она закрыта. Значит, нам нужно туда. Я же не могу так просто пойти, не проверив. Очень много этих ламп раскидали. Ладно. Так и быть. Кто-то там у нас плачет. Давай, допустим. Что-то, короче, крутим, 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 крутим. Возможно, я что-то открыл. А вот что, непонятно. Может быть, дверь, в которой я не смог пройти. Кто-то где-то, короче, плачет, но я не могу понять, где и кто. Так, сейчас проверим, короче, попробуем сюда зайти. Нет. Вот характерный момент такой, который у всех амнезий, и даже у Сомы, это подглючивание. Несмотря на то, что игруха достаточно старая, а, насколько я знаю, она 2013 года. Она... Короче, нам надо как-то туда еще вот забраться. Так что, надо взять еще одну лампушку. А, вот здесь вот дверь, короче, открылась. Понятно. Сейчас я пойду лампочку возьму. Она, скорее всего, опять же, мне пригодится. Понадобится, пригодится. Вот часто я, бывает, заговариваюсь. Ну да, это, скорее всего, лампа. Очень просто знакомая из... Работы. А работал я, если что, в музыкальном салоне. Да что я с лампой иду? По сути, на меня никто не должен сейчас напасть. Связанные глаза и ноги. Косточки в саду. Завязанные. Я тащил этот мир на себе. Он обвился ногами вокруг меня. К черту эту проклятую душу. Все, что я создаю, это лишь машина. Это какие-то воспоминания, видимо, у Мандуса. Возникают. Так. Ага, столик. Здесь он, видимо, машину как раз эту создавал. Какие-то чертежи. Ни черта не понятно. Ничего не видно. Упс. Упс. Так. Ладно. Пилы. Пилы. Ни черта не видно. Так, 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 так. Реально как будто бы под особняком целый завод. Бутылочки какие-то. Ну, нам нужно сейчас что-то, короче, поднять, чтобы... Или покрутить, чтобы открылась следующая дверь. Да шо ты? Серьезно, что? Я туда не могу типа пройти, что? Упал. Так. Что-то у нас дрова. Что это? Что это? А! Вон чего. Понятно. Берем, короче, обратно лампу эту. Точнее, это, наверное, не лампы. Это... Забыл, как эти штуки называются. Да ёперный театр, Мандус, ты чё? Ну, на самом деле, нифига вообще не видно. Куда идти, чего и как. Ага. Странно, а здесь она вон есть. Так, окей. Всё типа заработало. А я думал, надо лампу ещё одну с собой взять. Думаю, наперёд. Казалось бы. Но нет. Так, окей. Значит, у нас, скорее всего, следующая дверка там открылась. Так, а я, допустим, хочу вот сюда. Зайти. Вдруг здесь записочки какие-нибудь имеются. Бочки. А для чего вот эти бочки у нас тут? Как будто бы что-то там катается. Ну что, непонятно. Бочку мы здесь толкать не можем. Ладно. Очень тусклый свет. Ничего не видно. Ничего не понятно. Скорее всего, у нас открылась ещё одна дверь. Вот здесь вот. Так и есть. Мы продвигаемся дальше. И как сказал тот таинственный голос, только вниз, Мандус. Только вниз. Вау! Тихо-тихо-тихо-тихо. Как хотелось бы... Короче, машина опять что-то сломалась у неё. Никак не может она запуститься. Так. Ещё одна закрытая дверь. А там у нас... Чё там у нас? Эх! Эх! О! Мы сюда ещё можем выше забраться. Всё скрипучее какое-то. Так. А здесь у нас уже вот этой штуки нет. А! Во-во-во-во-во-во-во-во! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Вообще, короче, свет погас. Блин, от этой лампы вообще толку никакого нету. Она еле светит. Так, окей-окей. Щас-щас-щас-щас-щас, пацаны. Где-то... Должна быть... Вот этот вот предохранитель это или чё? Я ни черта не вижу. Даже если монстр где-то появится там. Вдалеке. Я даже обосраться, наверное, вовремя не успею. Так. Чё это у нас? 19 августа 1899 год. Фон Рейхенбах пишет о бодической силе. А Балавацкая, эта невежественная шарлатанка, вещала о душе. И тот, и другая кретины. Как можно думать, что человек может мечтать о высотах, не продравшись сперва через рвоту и кишки? Не взобравшись на возвышение из костей? Монтесума был мудрее. Но здесь, в наших храмах стали, я видел, как погружённая в раствор Браненбурга, оторванная голова мужчины, задавленного поездом, открыла глаза и воскликнула. Ах, где же мои ноги, сэр? Где же моё тело? Мы пробираемся через преграды самой смерти. О, дражайшая Лили, ты мертва и тебе не помочь. Но я обещаю, я спасу наших детей от смерти. И если нужно, вырву их из темноты с помощью этого замечательного раствора. Так, раствор Браненбургского, это, я так полагаю, Витая, которая была у нас в амнезии Возрождения. Она могла продлевать жизнь императрицы. Ну, кто не смотрел, короче, и кто не играл, лучше поиграть. Так. А, тише. Тише ты тут, не надо. Это мы, скорее всего, сейчас откроем дверь с другой стороны. Да. Так, я слышал свинку. А что здесь делать-то? Сейчас мы найдём, короче, где-то вот здесь вот должна быть. Блин, нет, не здесь. Во! Кто-то плачет до сих пор там. Нашли мы, короче. Предохранитель или... Что это? Ну, скорее всего, предохранитель. Напишите в комментариях, кто в курсе, как эта штука называется. Я, честно говоря, просто не помню. Но подобные надписи были у нас в музыкальном салоне на лампах. Мне страшно, и в тот же момент я должен вот эту фигню вставить сюда. Ну, давай. Сейчас кто-нибудь прибежит. Смотрите, свет восстановился у нас. Вот эти шумные такие звуки, конечно, пугают. Сейчас мы вернёмся вниз, скорее всего. Смотрите, вот эти все... Двери. Даже, наверное, врата я бы их назвал. Они похожи на челюсть. Прям вот, видите, клыки. Жутковато здесь. Так, откуда я пришёл-то, блин? Я уже не помню. Папа, иди за нами. Мы знаем дорогу. Да я вообще никого не вижу. Сюда правильно я иду, точно? Ещё это такое, да? Труба. Так. Вот, короче, здесь что-то произошло. Блин, вообще ни черта не видно. Слушайте-ка, а я здесь был. Не шевелись, ради бога, не шевелись, дитя, иначе оно попадёт тебе в глаза. Я сейчас попробую его смыть оттуда. Всё будет в порядке, тебе просто необходимо полежать. Йенах, посмотри на своего брата. Сколько раз я тебе говорил, не играться в подвале. Понятно. Короче, что-то у него произошло с детьми, видать, по его же вине. Так, здесь у нас, короче, реально с машиной уже трындец. И мы вряд ли её вообще восстановим, мне кажется. Очень темно. Очень темно, и мне не хватает реально более мощного фонарика какого-нибудь. Я надеюсь, я иду правильно. Ага, да, я иду правильно. Всё нормально. Оооо! Люк прям как в Соме. Так, мы туда пока не пойдём. Давай вот сюда прогуляемся, посмотрим, что у нас здесь. Здесь, короче, ничего хорошего. Возвращаемся обратно. И будем сейчас крутить, открывать. Я же говорил, что он придёт. Непонятные глюки такие. И откуда он их слышит, мне интересно. То есть, в его сознании что-то происходит или... О, давайте послушаем. Впечатляет, да, впечатляет. Это ты всё построил? Боже, да ты, наверное, хорошенько потрудился. Просто невероятно, как трагедия проясняет разум. Что мне было делать? Впасть в депрессию и отчаяние? Почему бы тогда просто не пересмотреть в тех джунглях среди заброшенных храмов? Не пересмотреть что-то в джунглях, в заброшенных храмах? Ну, что-то экспедиция какая-то. Ну, ладно. Давайте покрутим. Ну, почти как в амнезии. Офигеть. Слушайте, это, походу, вход... В машину, что ли? Так, здесь мы что-то должны крутить. Оф, он. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, допустим, это не работает. Включить. А-а-а, я понял. Это, видимо, камера для того, чтобы меня обеззаразить. Типа дальше вход только прям вообще... Чистеньким. И че? Все. Я себя обеззаразил. Так, слушайте, это прям... Я как будто в дом зашел еще в какой-то... Дверь заперта. Интересно. То есть он, может быть, под своим особняком построил еще один особняк? Ага, вот она схема. Так. Это все его заводы. Слушайте, здесь можно вообще все рассмотреть более подробно. Так, один, видимо, завод. Он занимался... Не знаю, чем... Другой еще чем-то занимался. А вот внизу... Тут потрошили, я так полагаю, свиней. Тут что-то зашивали. Слушайте, ну все это уж жутко. Тут у нас большая, короче... Мясорубка. В этих бочках витая, что ли, получается? Я что-то догнать не могу. И внизу вон какой-то чувак. Эти что-то собирают. Офигеть. Вот, кстати, Фрикшнл Геймс, как и в Амнезии Возрождения, там размещали различные... Даже не размещали, а были картины, которые показывали, как бы... Типа жертвоприношения. Все, так скажем, шаги. Так. Бутылочка, это хорошо, это замечательно. Я бы сейчас, конечно, на его месте немножко бы выпил. Дабы успокоиться от того, что вообще здесь... Все вот... Ах, прицелиться не могу. Не, ну... С геймпадом просто надо подружиться. И все, сможешь прицеливаться. И оно вот так вот... Не будет выглядеть дерганно. Тут снова бутылочки. Все понятно. Угу. Он тут как будто бы кого-то принимал. Такой сидел, типа... Ага, вы очень нам даже подходите. Я возьму вас на работу. Ага. Воротник, шея, петля. Два стакана муки, один стакан воды, щепотка соли, горсть рубленого мяса, лавровый лист, зелень, универсальный ключ от детской комнаты. И все хорошенько перемешать. А, ну типа, наверное, какие-то пироги, что ли, может быть, он готовил. И чтобы детишек как-то выманить, он просто подходил к ним, к их двери. И они чувствовали запах и открывали дверь. Там прощали папу за все и хавали, конечно, вместе. Так, мы куда-то дальше переместились. Ну, это, я так понял, один из заводов. И мы будем, скорее всего, по всем этим локациям перемещаться. Так, дверь не открывается. Так, где там звенело-то? Ага, я понял. Я сначала здесь осмотрюсь, ты же не против? Так, давай включим. Даже вот эти вот лампы, они достаточно вообще тускло горят. И это немножко пугает меня. Че ты там скажешь? Я бы поделился с тобой своими соображениями, если бы моя челюсть не была скована, и ты бы протер мне глаза. Поверь мне, Мандус, мои слова и помыслы могут быть чистые. А как он тогда разговаривает со мной? Раз у него челюсти и глаза, это очень-очень странно. Так, еще одна маска. Окей, продвигаемся дальше. Что-то музыка какая-то прям жутковатая. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь. Опять схемы, скорее всего, для завода. Так, что у нас здесь? О, сейчас мы пооткрываем. Я уверен, что у нас тут имеются какие-нибудь ответы на многие вопросы. Так, Мандус, что же ты скрывал? Что же ты скрывал? Рубашку? Вряд ли. Здесь еще... О! Еще одно письмо. 1 мая 1899 год. Я немного потерялся вообще в периодах здесь. Потому что, насколько я помню, Фитц говорил, что все вот эти записки, они не в хронологическом порядке разбросаны. Что, если бы они могли стоять прямо и ходить, как люди? Что, если бы мы приуручили этих животных? Стали бы они слагать песни? Искать Бога? Я их видел и прямо заявляю, нет, не стали бы. Но они с радостью приняли Бога, которого им навязали. И стали ему молиться. Тогда я понял, что они ничем не отличаются от масс, от толпы. Они такие же, как мы. Бесповоротно пройдя этот мыслительный рубеж, я понимаю, что мы так же закованы в цепи и должны обрести свободу. Чтобы освободить человека, мы режем его. Чтобы пересечь великий предел эволюции, его необходимо сначала провести по земле. Страшные тут вещи пишут, блин. Так, ну в этих штуках у нас обычно ничего интересного не кладут они. Так, там у нас есть выход. Здесь, скорее всего, надо просто осмотреться. Возможно, будут какие-то еще записочки. Так. Ну. Да ладно. Вот. Просто некоторые двери от себя открываются, другие на себя. Кто-то ходит все время. Где-то. Тихо. Так, здесь тоже, короче, какая-то приемная комната была. Девушка какая-то. Граммофон. Золотой граммофон. Опа. 22 августа 1899 год. В Америке хотят строить города высотой до небес. Глупая затея. Но может быть всему виной то, что у их страны нет своей истории? Наша же история лежит буквально под ногами, и мы втаптываем в землю все новые ее слои. Об этом же говорили нанятые инженеры. Они рассказывали о старых туннелях под столицей, на которые они натыкались, копая пути для подземных поездов, что за дворцы сокрыты под нашими ногами. Мы роем, роем и роем, находя то одно, то другое. Мой архитектор говорит, что в центре планеты есть громадный шар из железа. Это яйцо нашего мира. Вот такие вот вещи. Понятно. Да нет, давай вот выше. Да что ты не открываешь-то? Там ничего нету. Там ничего нету. Здесь подавно. Так, окей. Тут у нас всякие ящички. Снова. Картины, картины. Ладно, давай отсюда уже выходить, продвигаться дальше. Дальше посмотрим, докуда я смогу дойти. Короче, это у нас какая-то прям... Второй... Какой-то второй особняк, короче. Под землей. Я думаю, что здесь какой-то рычажочек есть. Да? Рычажок. Зеркала все белые. Не хватило просто... У разработчиков ресурсов для того, чтобы мы отражались там. Ну, здесь вот тоже какие-то... Картины старые. Ну, причем... Я думаю, они даже все со смыслом с каким-то. Потом будет интересно и любопытно после прохождения, конечно же, пообщаться с Фитсом по игре. Ссылка на его канал, кстати, если что, есть в описании под видео. Он прошел все амнезии, в том числе и последнюю часть, и уже сделал там один ролик. Второй ХЗ выйдет или нет, но... Все же можно ознакомиться с его творчеством. Мне лично оно нравится. Итак, 11 октября 1899 год. Используя малые дозы производной опии, мы внедряем в питание новейшие познания в химии, чтобы починить продукты еще до начала процедуры. Когда мы тащим их из загона на конвейер, они меньше паникуют, снижая риск повредить оборудование других или себя. Этот участок ленты покрыт резиной и хорошо освещен, чтобы подбадривать продукт. Мы также обнаружили, что разумная расстановка граммофонов и простых усилителей звука вдоль конвейера позволяет еще больше успокоить продукт. Для этих целей особенно хорош Дебуси. Ага, видимо для свиней. А как их с людьми-то он... ...совмещал? Мне вот это любопытно. У нас тут... ...ветерочек какой-то. Я думаю, что... ...мы рано или поздно выйдем на улицу, например. Тихо-тихо. Не туда, не туда. Ух ты, ё-о-о-о. Вот там, видимо, свинские тела. Музычка сразу такая. Так, здесь у нас следы крови. Ух ты. Прикольно. Слушай-ка, ну мы, скорее всего, куда-то ее положим. Раз нам дали возможность ее взять. Да. Жуть какая-то. Опа. Найденные документы. Воспоминания. Насосная станция. А это, кажется, какая-то заправочная станция. Я видел автомобили на заводах мастера Ярхэма и мастера Саймона. Саймона? Но здесь очень странный запах. Это не бензин. В этом я уверен. Здесь все свидетельствует о том, что эта машина каким-то образом очень важна. Офисы, заводы, путь чист. Это, короче, все, что я не прочитал. Все намеки на многочисленную рабочую силу, но никаких признаков жизни. Понятно, все, скорее всего, просто превратились в продукт. А почему не крутится? А-а-а! Туда я должен, скорее всего, свинку, мне кажется, положить. И тогда все будет крутиться. Свинюшка! Пойдем. Я уверен. Кстати, он тяжелее начинает идти. Ну, правильно, ты такую ряху несешь. Сейчас посмотрим, короче, положим ее туда. Мне кажется, из нее что-то надо выкачать. И тогда у нас, может быть, что-то откроется. Фу-у-у-у-у-у-у. Ладно, слышишь? Ну, ты же сюда должна, да? Ну-ка, давай. Нет. Че-че-че-че-че-че? Внимание, насосы используют летучие химические вещества в качестве топлива. Обращение с едкими средствами только в защитной одежде. Ага, здесь, скорее всего, надо что-то другое. Эй, ты, свинка. Свинка! Во. А то вдруг она мне пригодится. Так. Значит, мы что-то должны найти, чтобы сюда принести и использовать. Окей, тут у нас это. Тут что у нас? Ни туда, ни сюда не открывается. Ладно, давайте продвигаемся дальше. У-у-у. Еще, короче. Ну да, ну да. Не открывается. Так. Ага. Записочка. И все, это просто, короче, склад какой-то. Давайте почитаем. 28 сентября 1899 год. Представьте, говорят они, машину, которая однажды будет мыслить как человек. Как будто это необходимо. Можно едва ли не хвастать созданием человека, который плодится словно свинья. Мужчина и женщина на четвереньках, одержимые бездумной страстью, извергают на улице свои соки. По переулкам и канавам ручьями льются отходы их сношений. Воздух полнится страстными паскуливаниями. Тела залиты собственными выделениями. Мы создали мир, где человек настолько пал, что готов пролить семя даже на прохожих. И все же это то состояние, к которому стремился Бэбидж. Нет, это не та машина, что мы ищем. Подобная сущность должна быть самая меньшая божеством. И мы бы простерлись ниц и славили бы его. Мы ваяем богов не для того, чтобы они припирались и предавались разврату. Они будут существовать, чтобы очистить мир, освободить нас. Я отвергаю Бэбиджа, как я отвергаю облегченных властью. Обличенных властью. Пусть свиньи спариваются по канавам, пока могут. Скоро мы подберем их и облегчим им восхождение. Вот такие, короче, пироги тут у нас творятся. Че-то он любил очень свиней, походу. Так, ладно, мы оттуда пришли. Валим сюда. Так, так, так. Ух ты! Я, короче, куда-то выбрался. Ну, видимо, да, на улицу. Так, посторонний вход запрещен. Обращаться на проходную. Я, в принципе, не посторонний. Реально, где все люди-то? Может, они давно уже ушли от него? Типа, мол, ты тут хернёй какой-то занимаешься, мужик? Мы не хотим с тобой больше работать. Мы видели результат нашего продукта. Я реально, короче, на улицу вышел. И даже город, кстати, пустой. Опа. Ещё одна записка. График доставок. Как спрашивается нам уложиться в график, если даже простейшее из нашего оборудования не делает того, что должно. Эти проклятые новомодные грузовики не проезжают на своём бензине и доли пути, что могла покрыть моя старая кляча. Бригадир говорит, что всё в порядке, что за стенами завода полно заправок, но в конечном итоге приходится на горбу тащить клятый бензобак от грузовика до заправки. А то, что в кладовой опять пуст. Я что, должен целый день крутить ручку, чтобы потом обнаружить, что бак пуст? Докатись, а ну к чертям! Хватит на сегодня работы, пора спать. Всё равно никому не нужно на это проклятое кладбище. Гарри, если что, встретимся с тобой за кружкой в Демсон Темплар. Это, видимо, какой-то бар. Так, ну мы ладно. Ну же, баба, давай поднимемся сюда, сверху лучше видно. Так, куда-сюда подвинем, поднимемся. Так. Я ведь ни черта не вижу. Так, сейчас, погоди-ка. Харе, подожди. Я тут вот только посмотрю, что у нас тут. Тупик, скорее всего, да? Да, тут у нас тупик. Ну, слушайте, в городе... Где-то вон горят. Эти самые. Окна. Значит, люди всё-таки есть ещё живые. Перевозка химических средств. Внимание, едкое вещество говнеопасно. Ага, мы вот эту хрень, короче, должны были это. Забрать, да? Ну, оно сломано. Скорее всего, его надо будет тащить прям до того места. Ну, ладно. Харе. Вот эту фигню, короче, нам надо сейчас отнести туда. Я так полагаю. Откуда мы пришли? Слушай, а как я обратно туда это... Выберусь-то? Мне кажется, здесь какой-то должен быть короткий путь. А, во! Подожди-ка. Чё это такое? Церковь Святого Данстана. Короче, грузовик здесь остался. А, может быть, мне туда залезть надо? Хоть. Нет. Так. Это сейчас, короче, где я нахожусь, видимо, подсвечено. Очень интересно и ничего не понятно. Что ж, народ, пожалуй, я буду искать выход в следующем видео. Разберусь вообще, чё, куда, зачем и как. Скорее всего, мне вот эту канистру нужно будет отнести вот в то место, поставить её, использовать, и будет всё, короче, нормально. На этом всё, народ. Если вам интересно продолжение прохождения амнезии машины для свиней, обязательно ставьте большой палец вверх, пишите свои комментарии, вообще мысли по тому, что здесь происходит. Пока монстров мы не увидели, но атмосфера, она пугает. Это любят делать Frictional Games. И, думаю, дальше мы обязательно монстров увидим. Я кирпичный завод свой построю. И, возможно, тут даже кто-то из вас построит с моими эмоциями. На этом всё. С вами был по-прежнему Flickr, мобильный геймер. Всем пока.